Типа она такая злая сучка, такая, а вы вообще говорите по-русски, алё. Как клиент, хочу прийти оплатить услугу по карте и получить чек в момент, когда оплачиваю услугу. Что? На концах сжётся. Такой аппарат, к сожалению, другого нет. А знаете, что самое потрясающее? Это было первое наращивание в её жизни. О, боже! А вы уже наращивали длинные ногти? Нет. Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы с Лианой поехали делать на наших ногтях нечто особенное. Будет очень смешно. Спойлер. Ну что ж, я иду в салон уже к Лисе. Чувствую я, вот есть у меня такое предчувствие, что сегодня будет трэш. Давайте проверим интуицию Лианы. Спойлер! Вот, видимо, такие разборки на кассе, мне кажется, очень жарко, реально. Что же произошло в тот день в салоне? Что же так сильно напугало Лиану? Узнаем в этом видео. А теперь по порядку. В этот раз я подумала, решила, что в салон я хочу поехать не в каком-то таком виде, а поехать в виде типа я щекуля. И, собственно, я поехала типа я щекуля, чтобы проверить отношения людей в салоне. Надоело, на самом деле, что постоянно принимают за школьника. Хоть хотя бы принимают за богатого школьника. Потому что макияж делала сегодня такой более строгий. Волосы мы тоже уберем. Эксклюзивный контент. Я в традиционных женских украшениях. Кстати говоря, вот это кольцо одно из моих самых любимых. Камень называется дымчатый кварц. А дымчатый кварц по лору это камень-бень. Моя такая, блин, класс. Гринжовый, ну ладно. Самое приличное из всего, что у меня есть. Что ж, я и моя новая амплуа, и Ляна, как всегда, прекрасно. Идем в салон. Когда я зашла в салон, первое, что меня поразило, это то, что администрация на ней не здоровается. Полный игнор. Я захожу, и меня игнорируют. И начинаю общаться с Ляной, потому что она уже пришла. Чисто мой я, знаешь. Ну да. Тебе, конечно, такие будешь нарашивать сегодня. Да. Реально такие будешь нарашивать? Да, серьезно, без шуток. Жесть. Надеюсь, на растет хорошо. Хотелось бы в это верить. Очень хотелось бы, да. Поксивое зеркало. Чисто для тупых, таких тупых, как я. Просто занесешь. Давайте признаем, что Ляна очень красивая. Я сгорела очень дико с администратора салона. С самого начала. Просто максимально. Еще с момента переписки с ней. Не знаю, будут ли тут скрины. Будут. Будут скрины. Вот. Не знаю, может, это нормальное общение. Но я привыкла в сфере услуг, когда человек общается очень вежливо и увлеченно. И я специально уточняла много деталей, процентов и так далее. Мне отвечали по полдня. Я напоминала о том, что хей, ответьте мне. Я тут вообще-то есть. Вот. Но я сразу поняла, что это какой-то трэш по администратору. В целом, в конце так случилось именно с администратором. Это тупо и смешно одновременно, но мне просто сказали вам за последний столик и все. То есть все еще со мной даже не поздоровались. Я уже максимально в восторге от салона. Здравствуйте. Это последний, да, столик? Деревья, последний. Очень сто процентов в меня пролисты всякая говничесть. Релиза могла бы и сама обздороваться. Но, дорогие друзья, по этике салонов красоты с вами в первую очередь здоровается администратор. Поэтому как бы я просто придерживаюсь этого. И если со мной не здороваются, ну как бы мне здесь не рады. Давайте вместе с вами зачитаем. Администратор здоровается, улыбается, представляется и знакомится с клиентом. Что из этого списка было сделано в данном салоне? Ах, да, ничего. Далее. При визите клиента первым здоровается администратор салона красоты. Ну, как-то так. Короче, просто вбивайте эти поведения в салоне красоты и читайте там много информации интересной. Что касается дизайна, то он достаточно приятный. Да, все эти дворцовые элементы в маленьком пространстве смотрятся достаточно комично, потому что дворцовому стилю дворец, в общем-то, нужен. Ну, да ладно, опустим эти детали. Самый фейл в том, что такой дизайн абсолютно не гармонирует со стилем ведения, вообще с политикой, администрацией, работой мастеров. Там, конечно же, терили ногти на ногах. Конечно же, там был педикюрный, да, педикюрная стойка, которая смотрела буквально на соседний стол. Вот, знаете, была Алиана, потом какая-то другая девушка и потом я. И вот... Как и у Рычда рядом с тобой. И вот просто педикюр находился рядом, как рядом с этой девушкой со мной, и да, спасибо большое. Очередные ногти мне в рот, обожаю, люблю, практикую. А вот это свежий запах ножных опилок по утрам. А вы уже наращивали длинные ногти? Просто не все мастера работают с длинной длиной, все по-разному. А знаете, что там потрясающее? Это было первое наращивание в ее жизни. О, боже! Ребята, рекламная пауза начинается. В последнее время, знаете, у меня есть такая проблема, я реально не знаю, что снимать. От идей же зависит очень многое. Я хочу рассказать о платформе 20 идей. Это проект Дмитрия Давыдова с идеями по улучшению жизни в стране. Я очень надеюсь, что эти идеи, потому что они реально классные, будут услышаны и поддержаны нашим государством. Все эти прикольные идеи находятся в открытом доступе, поэтому вы можете перейти по ссылке и ознакомиться с ними. Рекламная пауза закончена. Ни одному клиенту, который записался на наращивание ногтей, не придет в голову спросить у своего мастера, умеет ли он делать наращивание, потому что это абсолютный бред. Почему, собственно, Лиана задалась таким вопросом, ответ очень элементарный. Нас очень, правда, смутило поведение администратора. Очень. Поэтому Лиана, на всякий случай, решила уточнить этот вопрос у своего мастера. А вы наращивали такие длинные ногти? Нет, никогда. На этом моменте поняла, что что-то будет, что-то будет. Ой, горячо и больно. Очень. Вы торопитесь куда-то. Обычно на таком моменте люди изменяются, но мастер спросила, какая будет форма. Форма такая, думаете? Такая же. Давайте я снимаю зону. А? Я снимаю зону. Ногти? Мои срежете? Не хотите? Не, не хочу. Не хочу. Хелло, Даркнесс, милд френд! Я пришла с тобой снова! Ой. Лиане постоянно делали больно, поэтому решила сделать подборку из боли Лианы. Топ. Много Лианиной боли. А какие самые длинные ногти вы наращивали? Я коррекцию делаю уже на смерть. Что говорите? Коррекцию делаю на смерть уже от Руси. Я буду первой? Ого. Как думаете, получится? Получится. Ну хорошо, я рада. Я у вас тоже верю. Это глаза моются, руки делают. Да? И у меня было ощущение, что мы настолько торопимся, что у меня сейчас палец отпилят. То есть она так... А, да, ты каждую секунду говорила, мне больно. Вот буквально я пока сидела там. Вот так вот она пилила фрезой, и я такая, о, господи, пожалуйста, почему мы так торопимся? Я, честно, не понимала. Когда мне снимали наращивание фрезой, стала, естественно, подпекать. Вот, мастер сказал, что подпекать может, но я сначала терпела, но потом я просто заявила следующее, и вот что было дальше. На самом деле, я на конце обжжется. Какой аппарат, к сожалению, другого нет. А это не страшно, что он ужел цена? Это было самое болезненное, что я испытывала на маникюре. Думаете, дальше лучше? Нет, давайте вопрос про дизайн посмотрим. Вам показывали, какой мы с вами будем дизайн делать? Нет, давайте показывали. Не показывали? Непременно я знаю. Вы же не думаете, что у меня ситуация была какая-то иная? А вам показывали вообще рисунок, нет? Который делать будем? Показывайте. Не, а вам показывали заранее, нет? Нет. Но почему мастерам никогда не показывают, с каким маникюром клиент идет в салон? То есть нам нужно будет с вами, когда, получается, будем выбирать, согласовать, какие вы сможете сделать, а какие нет? Хорошо. На самом деле, надеюсь, что получится, потому что там, да, много разных, они все такие интересные. Это плохо, потому что я специально заранее присылала, чтобы смотрели. Буквально, когда мы сели, к нам подошла администратор и принесла нам менюшки. Я такая, о, прикольно. Я выбрала, что буду, вижу, что Лисе тоже принесли меню, выбрала, жду. Запомним этот момент. К вопросу напитков мы еще вернемся. Мне было максимально некомфортно, потому что моя мастер была максимально неразговорчивой. Даже такие моменты, как, например, дать ей руку или что-то в этом роде, она мне не озвучила. Все приходилось у нее спрашивать. Если гореть, надо же руку, да, высовывать? Да. Какой у вас аппарат? Конечно, ядро, они прям очень подгорают. Это не получится вторую руку положить, потому что вторую руку на ногу у меня сложно работать. Но что меня больше всего стало раздражать, это то, что когда мне действительно понадобился совет, потому что я задолбалась ходить с неудобным наращиванием, мне неудобно длинные ногти, мастер даже не дала мне совета. Просто не смогла мне посоветовать и ответить нормально на мой вопрос. Ну, блин, ну как так-то? А какая оптимальная длина считается вот по этим штукам? Ну, я понимаю, что все индивидуально кто-то с таким ходит, но вот мне мешают. Это где-то две клетки? Ну, это совсем коротенько будет. То есть три клетки нормальные? Обычно вообще короткие наши, мне просто сейчас нужно длинные сделать, поэтому я переживаю, чтобы комфортно было. А какая-то разница в цене длинного наращивания есть? Да, он четверки просто. А, четверки. А мы какую теклу не будем обрезать? Не сейчас. А, попозже, да? Прикольно. То есть сначала наращивание, а потом маникюр? Да. Помните, в самом начале видео мы говорили, что нам принесли кофейное чайное меню? Но где же само кофе? Уже три года назад, я в целом уже давно выглядела, что я буду, но ко мне не подходит. Еще раз. Видимо, мне просто принесли меню, и на этом все. Жду, жду, жду. Проходит 10 минут, 20 минут, 25 минут. Я такая, извините. И мой мастер такой, да, вы что-то хотите? Ну, я просто администратору говорила, я говорю, да, просто, ну, заказать, типа, напитки. Вот. И подходит администратор после этого, берет заказ, уходит. Да, 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 я выбрала с ромашкой, и на этот чай. Я думала, вы не вернетесь. Как думаете, сколько времени прошло? Ну, сейчас Лиана задаст этот вопрос, поэтому тут никто никого не наеет. А ты, может, наращивание, да, приступили? Да. Ну, Лиан, не знаю, что там за тебя проблемы с кофе. Мне, например, предложил его вообще мой мастер, даже не администратор, когда мне уже почти наращивание на все ногти сделали. Да, если можно, обычно, американу попрошу. Кстати, посмотрите, пожалуйста, вот на этом вот пальчике, как будто бугорок. Это нормально? Ну, как-то поможет. В общем, вы видите, когда мне принесут кофе, но хотя бы его принесли Лиане. Мы уже греем пальчик. Ой. Мне реально принесли мой напиток к моменту, когда мне уже стали красить ногти. То есть мы уже сделали наращивание, понимаете? Мне уже начинают красить ногти, мне только-только принесли напиток. Ну, типа, чего? Мне, конечно, в этот момент, когда Лися уже сделали наращивание и начали красить, мне еще делали наращивание, как обычно. Ничего не меняется. чем как ваши дела все как обычно мне уже сделали сейчас не будут красть ногти у меня длина семерка офига у тебя семерка они такие гигантские я вижу их изгавняла в шоколадке но не разрешили сказали ешь а я подчиняюсь ем хорошо оцениваем ноготь ли она от 1 до 10 господи мне страшно а вот эти мы мы же спилим вот эти штуки что-то мне было администратору кидают дизайны для ногтей для для рисунков они показывают мастерам реально показывают просто мне знакомая рассказываешь типа она отправила в салон не в этот какой-то другой картинку и сказали что все сделают а потом когда она пришла мастер вообще не умела рисовать у меня там было то ли бабушка то ли что-то еще и вместо бабушки просто был как кровавые месиво на ногтях было абсолютно ужасно я когда в жизни не говорили девочкам что я все умею приходите я вам нарисую сейчас как у меня недавно была клиентка ну основной синий цвет покрыли все накрыли там два дизайна беру какой-то она говорит ночь ван гога ночь ван гога я тоже ну звучит как реально шутка я говорю ну мне покажите она значит показывает типа реальность значит картину ночь ван гога мне показывает меня пришел простите но нет я не ван гог обычно без экспериментов не обходится но ногти вроде выглядят хорошо внезапно обстановка разрядилась и мне притащили огромное количество всяких наклеек и странных дизайнов для ногтей я такая а ой а что так можно было выглядит прикольно так мне притащили огромную книгу и просто зацените как здесь много всего даже какие-то изображения знаков зодиака есть . клёвые обалдеть ух чувствую тут сейчас выбрана долго вот знаки зодиака очень клёвые выглядят эти девчули звезды выглядят здорово тоже очень ох о боже ничего себе палитра тут огромная в самом начале с мастером у нас не сложились как-то отношения было очень не очень но потом по какой-то причине после вот этой вот истории про девушку которая пришла с ван гогом она притащила у меня огромное количество этих вот странных книг приколдесных я сидела выбирала и в целом наше общение как будто бы очень сильно улучшилось и все стало резко нормально хотя я так и не поняла чего это был за странный такой мув я в целом к людям отношусь максимально взаимно если со мной обращаются и общаются не очень то я буду общаться в 10 раз не очень больше ну вот понимаете как угодно но если что-то для со мной на контакте я тоже всегда полностью взаимно потому что но я считаю что это абсолютно нормально из серии что дали то взяли ну да лаков у вас тут вообще очень тоже много прям целая стена лаков все снова с вами фильмы смотришь да ничего как пилим пилим ой тут ничего не поменялось а мы выбирали стемпинге тут целая куча тоже вот этих вот книжек что такое стемпинге помнишь мы в том салоне делали когда ты делала путина да то целая куча этих книжек и они реально крутые так что же ну когда будете делать займ можете тоже пара наклеить посмотреть все это время выбирала да 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 абсолютно да ну видишь смотрите тогда в таком случае раз нас так много классных вот стемпингов я не вижу смысла да да правильно не вижу смысла много рисовать давайте просто нарисуем коровий принт сможете на белом фоне черные вот тогда из рисунков у нас будет только он и ну вот эти вот битые стекла на остальных пальцах все шикарно вообще да по цене получается сколько одна вот наклейка стоит хорошо казалось как будто с этого момента все хорошо у меня начинают оперативно делать маникюр мы делаем все эти наклеечки рисунки то есть в целом вообще у меня абсолютно ноль претензий ноль вопросов на эту тему поэтому все хорошо результата конечно же покажу вам в конце не буду сейчас супер сильно спойлерить но если какие-то ногти зайдут в кадр ребят извините подробно покажу вам все потом короче мы заканчиваем и я иду к лиане у нас остается так у нас получается сколько супер хорошо да да все отлично тогда жду подруга надеюсь у меня получится заделать ее маникюр и опелотим у меня уже закончили а у тебя от цветок формы все делали до формы сделали уже на еще только наристили мы а очень долго занимались формой наращиванием пилом и наставалось время на дизайн по ее мыслим 15 минут что она думала что на час раньше у меня заканчивается запись а вот все мы там не устраиваем нет подождите я отсюда с недоделанным маникюром не уйду я заранее послала дизайн который я хочу я его хочу а сколько вам ориентировочное время часа два еще у нас только не что а сколько 4 а то есть вы не успеете сделать маникюр ну я думаю вряд ли мне отправят недоделанными ногтями домой давайте администратора позовем спросим как быть в общем я спросила у администратора она сказала что у них вообще-то еще есть целых час пятнадцать я об этом рассказала мастеру Лиану и Самуилиане мастеру Лиана была вообще насрать вот реально я думаю вы сами это видите насколько я просто похер на то что она делает ну и продолжила делать свою работу хоть и видно было что она совсем этому не довольна так как у Лиану не было много времени она уже забыла про свой изначальный дизайн про свою идею и просто стала делать а бы что потому что как бы ну просто вот так вот вышло ребят извините чё я не услышала да я хотелось понять как строится цена по наклейкам так типа например у меня одно длинное да и тебе одной наклейки будет мало с одной штуки типа и сколько это будет стоить да и типа вот ну вот одна наклейка 150 так я спросила мастера считая как ты считаешь типа если я наклею 3 наклейки это будет 450 мастер даже не знает вы знаете я не иронично думаю что у меня пора реально без шуток задуматься над тем со своими красотой хоть недавно я эту тему как то очень сильно LGBT и не унизила короче хоть я недавно была наверняка совершенно против этой идеи Но сейчас я понимаю что кажется пора об этом подумать У меня есть то что ног cuzä длинные меня наклейки будет мало если я наклеиваю на один давайте две наклейки или три рассчитается как умножание это за палец bleibt считается за пальчик может считать то есть я наклеиваю две или три наклейки и то все равно останется столько же а Puritzю 2 да буквально 2 наклейки это будет за пальчиком хотя бы понятно да ну такие моменты вообще дано конечно обсуждать потому что типа может быть внезапно же заходишь делать все у тебя ногти длинные отец в итоге там 11000 выйдет наконец-то ульяна финальный этап на самом деле импер делали наверно часа на полтора то и на два дольше чем не ну тут уже никто не является все привыкли в общем заканчиваем и идем на кассу в общем мы подошли кассе для того чтобы сделать оплату мы стоим у кассы стоим у кассы все что ему кассы администратор сидит ей лень даже поднять свои глаза максимально честно человек таких я никогда не встречала ей просто пох что мы оплатить да это абсолютно школьное поведение про брошенную одинокую женщину которая пришла на кассу на ссоре как бы мы стоим у стойки администратора администратор нас никак не реагирует и естественно мы начинаем вести себя по-тупому потому что ситуация абсолютно за пределами такой херни с администраторами даже на илсане не было в том легендарном это просто ну мне кажется человек должен работать там будет очень дополнять друг друга о боже наконец нас обратили внимание ладно подходим короче стойки администратора и администратор объявляет нам цену на удивление цена совпала потому что обычно с проблемой именно с тем что у нас какая-то дикая цена появляется нет здесь нас никто не обманулся было четко но было меньше меньше стоимости которые нам заявляли потому что он изменился в ходе дизайн а так как изначально у меня должен был быть дизайн как кулиса то есть на каждой ногте всякие рисуночки а у меня просто наклейки я принцесса это цена изменилась на было меньше это приятно и вот значит стоим на стоке администратор я уже готовлюсь платить этот администратор мне просто вручает листочек говорит переводить сюда смысле переводить сюда я говорю что переводить сюда меня очень хочется дать терминал я хочу заплатить по терминалу но что у меня на заявляющий терминал конечно же не работает на классическая схема когда люди не хотят проводить официально оплату и поэтому давайте оплачивайте по переводу ну и дальше у нас начинается вот эта вся сцена у вас же можно по карте платить переводом не хочется платить переводом нет не предупреждали но мне кто не предупреждали но я говорю вы мне не говорили этого будет но отлично хорошо так как и я как бы на отношении до клада нет так а все еще при чем тут клиенты ничего не поняла то что вы сказали не иметь никакого отношения как клиент хочу прийти оплатить услугу по карте и получить чек момент когда оплачиваем услугу что давай позвоним давиду и спросим что делать в таком случае потому что он знает не мне не нужен номер управляющий я хочу позвонить своему мужу и спросить как в такой ситуации быть потому что да так как я реально в этой истории не сильно просвещено но после истории с наил сами я приняла решение что в целом я больше не буду стесняться и спрашивать совет там где люди понимают что сказать короче они говорят или за канал или только переводом я спросила типа ну да я тоже помню что по законодательству это запрещено и что делать они почему-то уже выдали чек хотя мы еще ничего не оплатили да человек с пиар-кодом но девушка утверждает что предупреждает но ты сам понимаешь что естественно если бы нам в этом сказали мы бы не пошли как бы все у нас то есть то есть по факту никто ничего не сказал не на входе только когда уже подошли на столько регистрации сказали что только переводом очевидно я бы запомнила ну да и как бы мы простояли там где-то суммарно наверное минут 40-50 оказывается действительно существует некоторая схема когда можно платить таким образом сейчас мы пригласим экспертов дождите объясни пожалуйста как получилось так что мы проводили оплату не через терминал в том салоне то есть когда она сказала что нельзя делать оплату через терминал и поэтому сказал что это будет окей заплатить им через перевод короче салон красоты может не принимать карточки если они зарабатывают год и в доход меньше 40 лям в год я думала в месяц вот если они зарабатывают меньше 40 лям они по закону имеют право не понимать карточки на чек при этом они должны выписывать у него должен ставить фиксальный аппарат ну то есть кассовый который выдает чеки это обязательно а карточки они имеют право не принимать в зависимости от своего оборота если они маленький бизнес они могут пока что не проникать со временем со временем это исправит и все будут принимать карточки но пока что они имеют права есть такая лазейка в законе поэтому если такая ситуация происходит единственный тип и вариант это если подозреваешь что их оборот больше чем скажем супер крутой салон все знают что у него оборот гораздо больше месяц может быть 40 миллионов вот тогда ты говоришь такого фига звонишь распотребнадзор говоришь по есть пожалуйста проверьте они уже вместе с налоговой проверяют какого хрена что давайте посмотрим сложившейся ситуации мне абсолютно не стыдно потому что я этого не знала администратор нормально еще не объяснил если бы администратор нормально рассказал информацию по телефону предупредил или просто делал себя более вежливо возможно мы бы избежали данного ненужного конфликта но так как этой информации нигде не было как бы естественно я считаю сделала все правильно то есть позвоню человек который явно в этом шарит проконсультировалась и теперь я передаю эту информацию вам вот если вдруг только посчитает что мы поступили как-то тупо или еще что то то нет мы все сделаем своей стороны правильно грамотно и вежливо мы снимаем этот подъем где-то насколько четвертый или пятый день да у нас получается да да то есть мы с этим маникюром уже ходим и таким мы уже можем сказать как он уже отзывы можно составить и пока я тебя немножечко перебью а короче зацените мой маникюр которому 4 лет одни просто кутикула и еще когда он был салоне они вот эти штуки но ногти нарочные выглядели нормально сейчас они выглядят какие-то камни знаете круглые которые мне налепили какие-то они очень пузатые я не знаю посмотрите но бы я не так хорошо разбираюсь но мне кажется что выглядит очень странно и так в целом не должно выглядеть на четвертый день но это вообще кривой где корова ведущий вот такой согласись не очень странные какие-то но они выглядят очень дешево типа значит и вот пришла в дешевый салон и мне дешево сделано рано почему тебе очень выравнивали яблоки вот такие ногтей давай выравнивали но при этом они до утековой и вот тут что это это ровный но качатному кучу покажем конечно но нет это ужасно буквально не очень смущает ранее то что они какие-то очень круглые и вода если даже посмотреть вот на этот желтый на нем хорошо видно то что он контрастный видите как будто ну капли да получается сюда вот смотреть как будто капли прям вообще да вы будто бы ребенок пластилиновые ногти налепит а вот что-то вот странный слишком большой подъем а здесь потом близкий спуск как-то я не знаю мне кажется выглядит очень странно вот это вот что с крютикулы можно поинтересоваться вот смотрю у меня примерно то же самое ногти которым 4 выглядит отвратительно это реально ужасно почему они как будто бы это стоп мы реально нас не было на маникюре насколько ну 5 дней почему они отросли у тебя да как будто бы ты месяц с ними ходишь это очень хороший вопрос потому что реально странно выглядит так как будто я уже месяц не хожу на рога с ним месяц то есть у меня они отросли не сильно заметно разница я принцесса да все равно четыре дня это как бы очень странно выглядит собрать у тебя прям реально красиво не а ну по наращиванию честно скажу у меня нет вопросов к твоему наращиванию первое наращивание в жизни так вообще очень красиво выглядит если бы у нас было больше время сделать нормальный дизайн мне кажется можно было вообще бы не париться и ходить с ними спокойно нужно было бы ходить постоянно если бы не вся эта кучерка а вот это вот нормально то что он типа клюет а просто не шарю вообще по факту нет то есть в идеале я не знаю может быть я тоже не шарю но я не хочу чтобы ноготь увидел так я хочу чтобы он идеально прямым то есть вот этот видишь тоже он не идеально прямой